С вами часто пропускается еще студия, но спасибо за вид по виде успеха вам, это Мария Ивановна. Ну, я уже вид по виду, спасибо. Так, Света, Женя, ты выступал на концерте Александра Софина в Киеве, как так сложилось, где вы познакомились, давно ли общаетесь? С Александром Софином мы познакомились совсем недавно, больше даже в таком интернет режиме на самом деле. И компания «Бонапарт», которая является организатором моих всех концертов за последний год, и, собственно, тура, который будет, который начнется 8 апреля в Киеве, эта компания привозит регулярно уже на протяжении многих лет Александра Софина в Киев. И так случилось, что менеджмент компании «Бонапарт» отправил мое видео, показали, и они сказали, окей, это интересно, давайте попробуем сделать совместное выступление. Но поскольку времени было мало на какие-то подготовки, я был как приглашенный гость на его концерте, но на следующий год мы договорились, что у нас что-то будет совместное. Тут тоже спрашивают, возможно, будет сюрприз на концерте «Знамение». Да, да, сюрприз будет, и, наверное, я впервые, наверное, об этом скажу, у нас будет Олег Скрипка. Вообще прекрасное выступление, очень жаль, что мало тебя там бывает. Благодарю вас. Ирина спрашивает, Женя, а что тебя раздражает в людях, как ты считаешь, что в тебе может не нравиться другим? Раздражает меня чуть-чуть понятие маски, да, что люди одевают часто маску и стараются казаться на кого-то похожим. Играть какую-то роль. Я это не сильно люблю. Я люблю искренность. Ну, я, наверное, сам такой. Если есть какое-то гонкно, то я это покажу, я не буду этого скрывать людям. Так же самое я часто люблю от людей получать искренность и какие-то настоящие эмоции. Следующий вопрос от Софии. Женя, ты любишь экстрим? И расскажи о самом экстримальном поступке в своей жизни или самом запоминающемся. Да, экстрим я обожаю. Все, что касается экстрима, главное, чтобы это было в пределах безопасности жизни. Потому что все равно жизнь у нас одна, она отдается в каком-то таком, я не знаю, очень хрупкой вещь. Поэтому я не буду делать что-то совсем сумасшедшее. Но я экстримал, да. Я люблю лыжи. Причем лыжи у меня это 100-105 км в час. Я прыгал с парашютом, совсем недавно я дайвил. Поэтому я люблю скорость, я люблю высоту, все, что с этим связано. Так, спрашивает Ирина. Женя, привет. Вопрос такой. Чего бы ты никогда не сумел простить другому человеку? И что лично для тебя предел той самой черты? Очень сложный вопрос. Наверное, хороший вопрос. И даже не знаю, смогу ли я на него ответить, чтобы я не смог простить. Нужно прощать. Нужно прощать все, конечно. И я понимаю, что многое у меня в жизни было, когда люди там не совсем корректно поступали. Но нельзя держать внутри обиды на самом деле. Потому что обиды, ну ведь на самом деле это твоя проблема. Это твоя проблема, если ты держишь обиду на человека. Поэтому нужно это дело отпускать. Потому что обиды разрушают и здоровье, и состояние психическое, психологическое. Поэтому нужно отпускать. Следующий вопрос от Юлия Степаненко. Женя, кто для тебя пример для подражания? Музыку каких исполнителей считаешь хорошей? Возможно, это классики. Да, возможно, это классики. Стинг, он еще живой. Он классик. Его музыку будут слушать через много-много лет. Энни Морриконе, Хант Циммер. У нас очень много живет в наше время еще живых композиторов, музыкантов, которые войдут в историю. И они делают музыку наравне с Бахом, Шопеном. Поэтому очень здорово, очень здорово. И на самом деле, учитывая, что у нас всего 7 нот основных и 12 дополнительных, из этих 12 нот составлено столько музыки, и она продолжает появляться дальше. Это такой феномен, который сложно описать. Но это здорово. Вопрос от Юли. Женя, добрый день. Добрый. Чем будете поражать, удивлять на скором концерте? Знаю, что это повторение программы, но наверняка нас ждут сюрпризы. Кто будет гостем на этот раз? Ну, гостем, конечно же, будет Даша Ковтун. Мы выступаем много лет вместе. Дружим почти 15 лет, или уже 15 лет, я не помню точно. Я повторюсь, у нас будет гостем Олег Скрипка в этот раз. И, конечно же, будут новые мелодии, которые не были показаны ранее. И даже так вот приоткрыв немножечко занавес, что я готовлю третий альбом на этот год. И что интересно, что третий альбом будет кардинально отличаться от всего того, что я делал ранее. Впервые будет только рояль. И на самом деле, если шоу «Знамение» 8 апреля, которое будет по просьбам многих зрителей, которые не смогли попасть 23 октября, третий альбом – это альбом, который по просьбам многочисленных слушателей показать себя. Показать себя только одного, то есть без оркестра, без вокала, без всего. А четвертый альбом, он будет мощней. Он снова будет с рок-элементами, с элементами, наверное, дабстепа. Конечно же, это будет оркестр. И в третьем альбоме войдут мелодии, которые вошли и в первый, и во второй альбом. Будут, конечно же, новые мелодии. И будут те мелодии, которые войдут уже в четвертый альбом. Вопрос от Снежаны. Женя, а что ты сам думаешь о себе? Считаешь ли ты себя гением, уникальным человеком, талантливым? Я уже говорил, я себя считаю трудягой, который создал себя отчасти благодаря своему какому-то целеустремлению, вере в то, что я делаю, и помощи, конечно же, близких и, наверное, каких-то высших сил. Я не считаю, да, у меня есть способности, но эта способность, я не считаю себя, скажем, каким-то великим композитором. Ведь вся музыка приходит извне. И мы, в частности, я являюсь и ретранслятором этой музыки. Я повторюсь, что я никогда не сидел за инструментом и не пытался создать что-либо, подбирая какие-то ноутки. Оно просто приходило. Это моментальная была информация, которую я запоминал, записывал на диктофон, либо переносил сразу на ноты и впоследствии выдавал в мелодию, впоследствии альбома и так далее. Поделись, в чем секрет твоего успеха? Спасибо. Работа, работа, работа. Конечно же, мечта. Мечта, я вспоминаю то время, когда я только начинал писать музыку, инструментальную музыку, которая была абсолютно неинтересна. Все так относились к этому. Ну, типа, окей, а ты не думал петь? Все спрашивали. И в то время, когда, в принципе, многие говорили, что я ерундой занимаюсь, это никому не будет интересно, я все равно верил в то, что будет успех. И если обернуться назад, 10 лет назад, то, о чем я мечтал тогда, я понимаю, что многие мои мечты реализовались, они случились. И сейчас у меня новые мечты. И я очень надеюсь, что пройдет 10 лет, я также буду с улыбкой оборачиваться назад и смотреть. Мол, да, это все было не зря. Артем спрашивает. Женя, скажи, а ты играешь только на протеаны или владеешь на ними игры еще какими-либо инструментами? Первый инструмент, на котором я начал играть, это были барабаны. Я умею играть на барабанах. Когда-то чуть-чуть я играл на бас-гитаре. И на своих концертах я применяю такой инструмент, как лэп-стил гитара. Гитара, которая без ладов. То есть она практически как скрипка, но ты на ней играешь слайдером. И также на новом шоу, которое мы планируем на 2017 год, будет большой сюрприз. Я покажу возможности одного инструмента, название которого, я уверен, что не знает 99,99 людей. Так, пишет Лиза Стельма. Женя, случалось ли в твоей жизни что-то такое, за что тебе было стыдно? И вот если бы появилась возможность вернуть время назад и что-то изменить, ты бы выбрал другой путь или просто стер этот эпизод из своей истории? Спасибо за счет. Ну, вы знаете, вот сейчас хороший вопрос. Я правда ничего не могу вспомнить. Было, конечно, много ситуаций в жизни, но я считаю так, что как позитивные моменты нас делают, так же и негативные моменты нас делают и лепят из пластилина. И признаюсь честно, весь какой-то там, назовем это негативом, все, что было в прошлом, я бы не хотел это менять. Это было, и это сделало меня таким, какой есть сейчас. Поэтому нет, ни в коем случае, к сожалению, не могу вспомнить моменты, за которые мне было бы стыдно, правда скажу. Всегда по жизни я старался поступать по-человечески, не обманывать, не унижать, не знаю, пока не могу вспомнить. Олечка спрашивает. Женя, поделись планами на будущее, чего ждать после твоих концертов? Я так понимаю, то ли еще будет. Спасибо тебе за вдохновение, ведь твоя музыка действительно творит что-то невероятное. Благодарю, спасибо большое. То ли еще будет, конечно. Я, к сожалению, не могу раскрыть всех карт того, что будет. Очень много запланировано на 2016 год в целом. Это будут уже, наверное, не концерты, это будут какие-то особые проявления. У меня запланирован очень интересный проект на осень, но об этом я пока не могу рассказывать. Это будет сюрприз, если все срастется. Правда, это будет такой, наверное, маленький взрыв в инструментальном жанре. Ну и, конечно же, мы готовим, уже говорим и готовим потихонечку шоу на 2017 год, которое будет абсолютно новое. И это будет, скорее всего, Дворец Украины в Киеве. Продолжение следует...